С песней по жизни. Эти слова можно смело отнести к руководителю студии вокалета Ксении Логиновой и ее молодым подопечным. За небольшой промежуток времени упорной работы молодые дмитровские дарования показали товар лицом на международном фестивале-конкурсе «Огни большого города в Москве». И несмотря на это, несмотря на такой короткий промежуток времени, у нас уже есть за плечами несколько серьезных побед на международных вокальных конкурсах. И очень хотелось бы отметить, что мы приехали не дипломантами, мы приехали лауреатами. Это самые высокие награды, что не может не радовать ни преподавателей, ни родителей. Сами дети с большим удовольствием ездят на конкурсы. На самом деле это неповторимые эмоции для детей, волнение, выступление перед серьезными членами жюри. Тоже очень серьезный уровень, очень профессиональные коллективы и вокалисты участвуют. То есть ребята это каким-то образом вдохновляет, мотивирует и меня в том числе на дальнейшую работу, на дальнейшую какую-то деятельность и вдохновляет. Можешь пытаться опять, от нее на красе-то сбежать, можешь ты идти на краю, от себя увлекая, все равно, когда время придет, любовь в тебя найдет. Ксения Логинова считает, что конкурсы это отличное подспорье для певцов. Различные фестивали помогают девчонкам понять, что они из себя представляют, попробовать свои силы, увидеть потенциал, посмотреть на ребят из других студий и вдохновиться на дальнейшую работу. На этом международном фестивале Огни Большого Города в номинации эстрадный вокал и сольное исполнение участники студии вокалета Яна Полищук стала лауреатом первой степени, Кристина Белякова – лауреатом второй степени, Александра Селиванова, Анастасия Любимова и Олеся Минаева стали лауреатами третьей степени. Мой первый конкурс проходил недавно «Огни Большого Города», назывался «Конкурс». Я там тоже исполняла песню «На радостях», и сейчас я ее тоже оттачиваю. И также ко мне в репертуар добавилась песня «I'm in love with a monster». Творческий путь девчонок только начался. Подробнее о том, как проходят занятия в студии, как стать ее участником, о репертуаре и планах студии вокалета в будущем мы расскажем в программе «Новое поколение», которая выйдет в субботу вечером 29 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова